Всем привет! Совсем недавно японская компания Sony анонсировала свой очередной смартфон с поддержкой сетей пятого поколения под названием Xperia Pro, позиционируемый производителем для профессиональных пользователей, которые большую часть рабочего времени проводят, как ни странно, в полевых условиях. Стоит отдать должное компании Sony, так как она на этом решила не останавливаться. И на днях мы получили камерафон под названием Xperia Pro i. Это на минуточку первый в мире смартфон, камера которого построена на датчике размером 1 дюйм по диагонали, что является без преувеличения восхитительным решением. Используется сенсор Exmor RS, фазовая автофокусировка и шагом пикселя 2.4, который также применяется в камере RX1007. Да-да, вам не послышалось. Смартфон сравнялся с лучшей в Европе продвинутой компактной камерой. Надеюсь, что в скором времени смартфоны станут лучше снимать фото, чем зеркальные профессиональные фотоаппараты. Также, что немаловажно, сенсор Exmor RS специально оптимизирован для работы в смартфоне, ведь компания Sony разрабатывала гаджет для создателей контента. Также для этих людей был представлен аксессуар под названием Vlog Monitor, который подключается к Xperia Pro i и оснащен ЖК-экраном на 3,5 дюйма. С разрешением 1280 на 720 точек и соотношением сторон 16 на 9, а также металлическим держателем с кнопками для управления съемкой. То есть мы получили все фишки камеры RX1007 и даже больше, что является восхитительным результатом. Кстати, интересный факт. Смартфон Xperia Pro i является первым смартфоном компании, в упаковке которого использовались исключительно бумажные материалы вместо пластика. А теперь поподробнее. С вами канал ТехноУм. Поехали! Первоначально хочется отметить, что смартфон помимо идеальной камеры получил отличные технические характеристики. Xperia Pro i построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888. Это топовый мобильный чипсет. Процессорная часть включает три кластера. Одно ядро Cortex-X1 с частотой 2.84, три ядра Cortex-A78 с частотой 2.42 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 1.8 ГГц. Для геймеров есть множество всевозможных фишек. Смартфон поддерживает функцию и игровой усилитель для улучшения игрового процесса. Также имеется режим термоподавления, который позволяет осуществлять питание подсистем смартфона напрямую в обход зарядки аккумулятора. С тем, чтобы снизить тепловую нагрузку и сохранить его работоспособность на долгий срок. Смартфон получил целых 12 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 512 ГБ. Кто-то скажет, маловато. Для этих людей имеется поддержка карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с матрицей 4K HDR. Частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц. Защищенным от повреждений прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Стекло должно без последствий выдерживать приземление с высоты менее 2 метров. Если вам этого было мало, то получайте еще и настоящий плеер для аудиофилов. Да, плеер в смартфоне. Дело в том, что устройство поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos, а также формат 360 реальность аудио и апскейлинг двухканального стерео до уровня пространственного звука 360. Некоторые люди скажут, и все на этом? Нет, получайте еще. Смартфон оснащен технологией Hi-Res Audio посредством кодека LDAC для беспроводных подключений. А также он получил функцию Ultimate, которая помогает приблизить качество воспроизведения к стандарту Hi-Res Audio. Как же все это прослушать на моих беспроводных наушников, скажете вы? А не как? Только проводные уши могут дать нам все это. Но смартфон Xperia Pro i оснащен 3,5 мм аудиоразъемом. Скажу сразу, это большая редкость. Для современного флагмана, тем более выпущенного в 2021 году. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч, который обеспечивает работу смартфона в течение целого дня. Входящий в комплект зарядное устройство мощностью 30 Вт за 30 минут может зарядить аккумулятор до 50% емкости. Имеется вода и пыленепроницаемость согласно стандарту IP6568. Теперь про основную камеру. Новинка поддержит 12-битную съемку в формате RAW и запись на минуточку видео формата 4К с частотой 120 FPS, что является топовым решением на сегодняшний день. Также смартфон оснащен переключаемой диафрагмой F2.0 или F4.0, которая позволяет с легкостью изменять глубину резкости. Такой шаг первый сделала компания Samsung, но в дальнейшем отказалась от этого решения в связи с дорогостоящим производством данных модулей. Но компания Sony решила, почему бы не использовать эту технологию. Смартфон укомплектован процессором обработки изображения Bioness X4 Mobile и новым интерфейсным чипом, который обеспечивает высокую скорость работы и улучшенное качество изображения. Что немаловажно, смартфон Xperia Pro AS начнен тремя камерами, а также датчиком глубины сцены 3D. Применяется оптика с антибликовым покрытием CES. Топовое решение на данный момент в смартфонах. Основная камера на упомянутом 12-мегапиксельном датчике Exmark RS имеет широкоугольную оптику с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм. А две другие, также 12-мегапиксельные, оснащены 16-мм ультраширокоугольным и 50-мм стандартным объективами. Смартфон поддерживает фазовую автофокусировку по 315 точкам, покрывающим 90% кадра, а также передовые технологии автоматической фокусировки, включая автофокусировку по глазам в реальном времени у людей и, что немаловажно, животных. Отслеживание объектов в реальном времени, серийную съемку со скоростью 20 кадров в секунду с автофокусировкой автоэкспозиции, а также антидиторсионный затвор для более четкого захвата быстро движущихся объектов. Как это принято в компании Sony, смартфон Xperia Pro-i оснащен специальной кнопкой для запуска затвора. Короче, камера топ из топа. Интересно, какой результат она получит в рейтинге DXOMAR. Новый Xperia Pro-i поступит в продажу в декабре. Цена устройства для российского рынка будет объявлена дополнительно, но явно новинка будет не из дешевых. Ну что же, ребята, вот такой камера-фон выпустила компания Sony. Xperia Pro-i действительно заслуживает внимания, действительно, данный смартфон сравнялся с компактной, профессиональной камерой. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!